Этой осенью нас ждет насыщенный сериальный сезон. Впервые за долгое время крупные сети вернутся к полноценному графику, который был нарушен забастовками сценаристов и актеров в 2023. Что еще интереснее, многие премьеры выходят буквально одна за другой в течение нескольких дней. Новые хиты и сезоны любимых сериалов – все в этом выпуске. И предупреждение, поскольку в выпуске речь в основном про новые сезоны уже идущих сериалов, здесь будет очень много сюжетных спойлеров. Рекомендую ознакомиться с тайм-кодами в описании. Привет, вы на канале Shadow Tavern, устраивайтесь поудобнее и приятного просмотра. В сериале «Медленные лошади», который в этом году номинировали на премию Эмми в категории «Драма», Джексон Лэмб возглавляет неблагополучную команду агентов британской разведки, работающих в отделе МИ-5. В четвертом сезоне взрыв-бомбы в лондонском торговом центре запускает новый виток событий, а главный антагонист угрожает не только международной безопасности, но и является значимой фигурой из прошлого главного героя. Старик. Во втором сезоне бывший агент ЦРУ Дэн Чейз и экс-заместитель директора ФБР Гарольд Харпер отправляются на важнейшую миссию – спасти Эмили Чейз, похищенную афганским племенным вождем. Тут я сам не совсем понял, но так сказано в синопсисе. Ситуацию усложняет то, что Эмили переживает личностный кризис, который может привести к трагическим последствиям. Король Талсы. Дуайт и его команда возвращаются во втором сезоне, чтобы защищать свою империю в Талсе. Однако их ждут угрозы как со стороны Канзас-Сити, так и от конкурирующих банд. Также у Дуайта остались незавершенные дела в Нью-Йорке. Это все Агата – спин-офф сериала Ванда Вижн, в котором ведьма Агата Харкнес возвращается к жизни благодаря помощи подростка. Вместе они отправляются на испытания дороги ведьмы, чтобы вернуть ее силы и разобраться в мотивах загадочного помощника. В сериале ожидается множество музыкальных сцен и потрясающих шуток. Пингвин. После событий фильма «Бэтмен» 2022 года Освальд Кобблпотт, известный как Пингвин, пытается подмять под себя криминальный мир Готэма. Ему предстоит разобраться с врагами из прошлого и Софией Фалькона, только что вышедшей из лечебницы Аркхем. Извне. Второй сезон сериала закончился настоящим шоком. Таббет, оказалось бы, погибла, упав с маяка, но очнулась в больнице в реальном мире. К тому же Элизабет Сондерс, исполнительница роли Донны, намекнула в интервью Радио Таймса о появлении новых монстров и угроз. В третьем сезоне нас ждут ответы на старые вопросы, новые тайны и леденящие души сюрпризы. Все поклонники сериала, несомненно, с нетерпением ждут продолжения этого невероятного мистери-бокс. Ходячие мертвецы Дэрил Диксон. Для любителей самой мыльной из самых мыльных зомби-опера на ТВ. В продолжении первого сезона Кэрол Пелетье возвращается, чтобы найти Дэрила, который сталкивается с последствиями своего решения остаться во Франции. Легенда о Воксмахина. Невероятная анимация, живые персонажи и такие захватывающие приключения. И как же долго тянулось время до нового сезона. В третьем сезоне герои сталкиваются с разрушениями, вызванными хроматическим конклавом. Чтобы спасти республику Талдорей, им предстоит преодолеть свои слабости и сразиться с Королем Пепла. Tomb Raider. Легенда о Ларе Крофт. Анимационный сериал рассказывает о новых приключениях Лары. Увы, добавить больше особо нечего. Вероятность того, что сюжет не будет испорчен соцкомментариями и прочими веяниями, крайне мала. Впрочем, я надеюсь, что после громкой премьеры Терминатор Зеро еще одна франшиза повторит успех. Терапия. После драматичного финала первого сезона, где одна из пациенток Джимми буквально последовала его совету и столкнула партнера, второй сезон обещают неожиданные последствия и новые события. Чем мы заняты в тени? Шестой и последний сезон комедии о вампирах, живущих на Стейтен-Айленде. Заставляет героев переосмыслить свои жизни. Когда их бывший сосед по комнате возвращается после 50-летнего сна, они понимают, что за полвека не достигли ни одной поставленной им цели. Дипломат Кейт Уайлер, неожиданно назначенная послом США в Великобритании, сталкивается с рядом международных кризисов. После взрыва в Лондоне, который едва не убил ее мужа, события становятся еще напряженнее. День Шакала. Современная адаптация политического триллера Фредерика Форсайта рассказывает о непревзойденном убийце Шакале, которого начинают преследовать агенты британской разведки по всей Европе. Укрытие. Первый сезон сериала, основанного на романах Ю Хоуи, закончился в июне прошлого года на довольно напряженном моменте. Во втором сезоне героиня Джулиет сталкивается с растущими опасностями в подземном мире, где истинные мотивы их общества становятся все более очевидными. Чужестранка. Во второй части седьмого сезона Клэр и Джейми оказываются в Америке во время войны за независимость. Это предпоследний сезон сериала, но впереди фанов ждет еще и приквел о родителях Джейми и Клэр. Сериал, основанный на бестселлере Дианы Гэбблден, рассказывает историю Клэр Рэндалл, которая путешествует во времени в Шотландию 1743 года, где встречает свою любовь. На этом у меня сегодня все. Если этот краткий выпуск анонса вам понравился, не стесняйтесь делиться ссылкой на него со своими друзьями, подписывайтесь на канал и обязательно пишите в комменты, какой сериал ждете больше всего. Ссылка на мой телеграм будет в закрепленном комменте и до встречи в следующем выпуске. Пока!